Ты воспой Я братьиберский бати Ох, а меня голосу не стало Потерял, растерял я свой голосочек Бог и почерзжим садом не витая Бог и почерзжим садом не витая Доброе всем, дорогие друзья! Утро сегодня у нас замечательный, великолепный ансамбль музыки для народа «Дружина». Доброе утро! Ну и, конечно, руководитель и основатель ансамбля «Дружина» Николай Гнучев. Продолжим далее представлять солист-вокалист Дмитрий Никифоров. Очень приятно. Музыкальный руководитель Артем Шефер и гармонист Артем Сиренко. А с вами в студии Евгений Андрова. Ну что, мы наслышаны о том, что у вас юбилей 10 лет. Можете ли рассказать, что приготовили на юбилейный концерт? Будут ли какие-то определенные наполнения, фишки, будем так говорить? Именно для зрителя? Ну, нескромно сказать, ансамбль «Дружина» сам по себе уже фишка. Когда организовался коллектив в 2008 году, такого направления, в принципе, не было. Не было. Это первое, что мужской состав. И первое, что мы делаем песни, которые по нраву нам. И, соответственно, делаем так, чтобы они были по нраву зрителей. Не на потребу, а по нраву. То есть нравится. Публика совершенно разная от молодого поколения до более такого старшего поколения, пожилого, так скажем. И везде ансамбль «Дружина» у всех имеет успех. В 2008 году, сами знаете, что год был такой не очень легкий, но организовался коллектив, и это было тяжело. Мы тарились, думали, искали. В итоге, в 2012 году коллектив получил статус профессионального коллектива при городской дирекции творческих программ мэрии города Новосибирска. И теперь это, можно сказать, муниципальный ансамбль. Здорово. А у меня вопрос такой женский. Как возникла идея создать именно мужской коллектив? Ну, потому что женских очень много. Женских очень много, да. И, насколько я услышал, то, что вот нам нравится, то есть мужской все-таки ансамбль, да. Соответственно, мы вас, женщин, не слушаем. Мы делаем то, что нравится нам. Ну, как бы там ни было, много песен для женщин. Много песен для женщин. Хоть ты как верти, без женщин никуда. Нет, но действительно. Да, и еще вот по поводу названия. Почему возникла идея именно вот такого названия? Ансамбль музыки для народа. Ненародный ансамбль, ненародная песня. Музыки для народа. Как-то вот само получилось так, что народных ансамблей очень много. И поют тоже, ну, это вот закономерность какая-то в культуре. Вот если народная песня, народный ансамбль. Мы не идем к тому, что у нас вот чисто вот народные песни. Или чисто казачий ансамбль. Когда нам говорят, вы же не казачий ансамбль. Почему вот так вот вы одеваетесь? А никто не говорит, что мы казачий ансамбль. И никто не говорит, что мы народный ансамбль. Мы именно ансамбль музыки для народа. Творим, воплощаем. И делая за эту музыку, у нас отвечает Артем Шефер. Музыкальный руководитель. Вот. Направление у нас, ну, скажем так, фолк. Фолк-рок, даже я так бы сказал. То есть, сам жанр, музыка для народа, я считаю, что это уже жанр. Ну, конечно, конечно. Ну, и на самом деле, также ближе немножко к народу. Да, так понятнее и легче. И поэтому я уверен, что собираете полный зал и все в восторге. Не, на самом деле, меня бы одно название подкупило. Да, ансамбль музыки для народа. Значит, для меня, я пойду. Ну, я надеюсь, что 10-го будет полный зал. 10-го ноября. Да, мы уверены, что так и будет. Мы тоже постараемся прийти к нам. А вот давайте попробуем заинтриговать зрителя. Что будет, что поете, сколько композиций, с чем они связаны. Ну, не будем перегружать программу, когда 3-4 часа, 5 часов концерт идет. Но это не стоит того. Как говорится, заинтересовал и чуть-чуть не докорми зрителей, чтобы потом еще раз пришли. Будет 22 номера, 2 отделения, будут приглашенные гости. Ансамбль покажет свои самые яркие, тематические, танцевальные. Грустиночку немножко дадим обязательно. Ну, и так как программа называется «Над широкой обью», есть замечательная песня. В 57-м, по-моему, году она написана «Над широкой обью» в честь строительства, заканчивания строительства нашей ГЭС. Вот, которую давно уже никто не пел, но вот мы решили ее возродить. Но не в хоровом варианте, как принято ее слушать, а именно в нашем жанре ансамбля музыки для народа «Дружина». Хорошо, интересно. Понятно. 10 лет – первый юбилей. Есть композиции, которые связаны каким-то образом с вашей историей. Вот расскажите там немножечко о вашей истории. Как появились? Как идея возникла? Ну, снова. Шоу-шоу, раз, все, будет так. А, создам я на самом деле. А, создам я. Наберу, наберу, ладно. Классу побольше. И мы, как говорится, вместе и споем. Ну, начнем с того, что коллектив начал создаваться по нашей идее, по идее железной дороги. Хотелось иметь такой коллектив, но вот в связи с этим кризисом 2008 года как-то вот чисто организационные и юридические дела все рассыпались. А ребят уже как бы собрали, набрали коллектив. Я спросил ребят, либо мы продолжаем, либо мы заканчиваем это дело. Вот. Кому-то это не понравилось. Кто-то захотел ресторана, кафе. Ну, рыба ищет, где глубже человек, где лучше. Ну, это естественно, конечно. Вот. Сказали, будем работать. Будем работать. Эй, бог с ним, с кризисом. Правильно? С основанием. Практически здесь вот 10 лет коллективу, 8 лет коллектив держится в основном составе, можно сказать. 7, 8 лет, да, в основном составе. Ну вот с Темой мы родоначальники вместе начинали и вместе продолжаем. Такие отцы, я бы сказал, отцы коллектива, дружинка. Да. Кстати, вопрос по существу. Как вы попали все в коллектив? Как так сложилось? Может есть какая-то традиция, не знаю, приемов коллектива? В армии, что ли? Да. В основном знакомые знакомых, знакомые знакомых знакомых. И все вот так вот. В музыкальном мире все так крутится, в принципе. Один знает другого, посоветовал, пригласили, посмотрели, поиграли, понравилось. И все вот так собралось. Посвятили там, нет, как шашками там крутить? Да, с Димой мы познакомились, когда поступили, получается, вместе в педуниверситет, заканчивали вместе. Я им предложил, говорю, Дим, есть такой вариант, есть дружина. Он говорит, я подумаю. Через какое-то время я иду. Ну, получается, в 12-м году дали ставки, и я уже говорю, ребят, есть вариант, давайте. Все, согласился, мы работаем вместе. Ну и правильно, это хорошо, замечательно. Вы знаете, у меня есть такой интересный момент. Вот то, что сейчас была композиция музыкальная, очень такая яркая, зажигательная. А вот, может быть, у вас есть какой-то самый любимый такой яркий зажигательный номер? Ну, или просто, в принципе, за 10 лет наверняка что-то накопилось такого, чем вы гордитесь? Да, много чего накопилось, и вот, да, мы дадим в основном, ну, процентов так, 40 новых песен в концерте, но, конечно, сделали папури из тех песен, которые мы начинали. Это шел «Казак», «Вдоль большой реки» песни Геннадия Заволокина, замечательная песня. То есть, как я понимаю, ожидаются прям танцы, прям там, на юбилей. Танцы обязательно будут, будут и танцевальные коллективы, и хороводы будем водить, несмотря на то, что мужской ансамбль, но придут девочки. О-о-о! Это уже меня идеально. Это уже меня идеально, даже без них. Вот, и, ну вот, если по мне моя самая любимая песня «Челдуночка», с которой мы учились года два. А почему мы учились? Что в них? Ну, во-первых, размер, если так, внедряться так глубоко в музыкальную тематику, три четверти, четыре четверти, люди привыкли ее слышать в одном варианте, а мы ее сделали совершенно в другом, и она получилась, ну, просто на выли целирует у нас Артем Шефер, мы с Димой подпеваем, ну, а всю красоту гармошечную и баянную делает у нас Артем. Мы не любим так, как мы все. Да! Вот с этим возникают сложности определенные на самом деле, да, когда люди берут там ту или иную произведение и по накатанной поехали вот так и так. Мы, как бы, стараемся не придерживаться каких-то канонов, стараемся внести что-то новое. У нас, во-первых, состав такой достаточно, ну, странный даже можно назвать, да, для такого творения, да, у нас баян гармошка, соло электрогитара, бас, барабанная установка, как бы, ну, и вот это вот пытаемся совместить все в кучу, собрать, и с народной песней это все как-то чтобы в одном русле в направлении двигалось, это трудов стоит. Ну, действительно, да. Хорошо. Ну, вот об этом синтезе мы поговорим немножечко попозже, а сейчас переремся на небольшой блок новостей. ПЕСНЯ 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 Браво! Друзья, 10 ноября 2018 года на сцене концертного комплекса имени Маяковского состоится юбилейный концерт ансамбля для народа «Дружина». И сегодня у нас в студии руководитель основателя ансамбля Николай Гнучев, солист-вокалист Дмитрий Никифоров, музыкальный руководитель Артем Шефер, гармонист Артем Сиренко. И мы продолжаем говорить о коллективе, и вот вы рассказывали то о песне, с которой у вас там мучения какие-то были, заинтриговали. Заинтриговали. Давайте рассказывайте подробнее, нам очень интересно. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Челдуночка Забайкальского края, давно пелась нашим профессиональным коллективом, ну и как-то ее сильно мало кто потом пел. Ну вот, еще раз повторюсь, что это размер один, а надо было сделать другой, а в музыкальном направлении это очень сложно сделать, но хотелось эту песню. Хотелось эту песню, и она получилась, и очень интересная, забойная, и солирует ее, запевает Артем Шефер. Несмотря на то, что музыкальный руководитель, он отвечает за музыкальную часть, да, он отвечает за бас-гитару, то есть тема бас-гитар, он бас-гитарист, так он еще и поет в верхнем голосе. Да, вот это вот у меня удивило, на самом деле. Как вы сейчас смаком рассказываете о песне, и мне захотелось эту песню услышать. Давайте споем. Давайте попробуем, да, интересно. Действительно говорят о том, что... Ч-ч-ч-ч, давай слушай. Да, слушай. Музыка О Сибири долго шлялась Аристантик молодой, Полюби меня, челдолечка, Я мальчишка холостой. Полюби меня, челдолечка, Я мальчишка холостой. Я мальчишка холостой. Великолепно, здорово. Ну вот теперь-то становится понятно. Напоминаем о том, что полная версия, смотрите, в концертном комплексе, простите, имени моего. Сейчас была демо-версия. На юбилейном концерте, да, сейчас была демо-версия. Хорошо, вы знаете, ну интересно, скажите, вот Забайкальского края, да, я услышал, что это песня. То есть вы часто бываете на гастролях, да, на каких-то... Рассказывайте, как часто гастролируете, ездите? Ездим, приглашают, выступаем. Поездки были в Мирный, город Мирный. В Ленск на юбилей города ездили. Незабываемая поездка в Монголию. В Монголию? В Монголию было два раза ездили в Монголию. Один раз там чуть не остались. Вам так сильно понравилось там? Нет, нет. Вообще, конечно, в Монголии хорошо и принимали, хорошо и все. Ну, поездка была не лично наша вот ансамбля «Дружина». Это было городское наше муниципальное мероприятие. Мир города туда ездил, экспоцентр. То есть такая деловая поездка, ну, с творческим, так сказать, выливанием. Ну, и получилось так, что мы чуть не опоздали на поезд. Поезд давно стоял, нас привезли. Никто ничего не сказал. Выгрузили за два с половиной часа до поезда. А это не только ансамбль «Дружина». С нами ездил еще ансамбль «Танцы сибирские узоры». Ну, представляете, это 35 человек с костюмами, это чемоданы. Это все такое тяжелое, громоздкое. Сидим спокойно, поезд стоит, никто ничего не говорит. А говорят только так. А монгольский мы не выучили. Они сидим кофе пьем. Я говорю, Тём, надо, что-то поезд постоянно стоит, стоит. Пойду, узнаю. Через 10 минут мы уже должны выезжать, а нашего поезда нет. Подхожу, спрашиваю. Наш состав российский. Я говорю, девочки, извините, это не наши билеты. Они говорят, да, через 7 минут мы отправляемся. Ну, и все, и вот совсем не скарбываю. Ноги в руки и бегом, бегом, бегом. Быстрее, быстрее, только загрузили, последний человек закинули, поезд поехал. Ну, ладно бы мы остались на российской стороне, а там с этим были проблемы. А, ну да, тут не спорю. Весело было. А есть еще какие-то интересные, курьезные случаи, вот именно с гастрольных туров? У меня мужчин такой не спрашивают. Ну, с чем как раз можно, да. С гастрольными, когда мы понравились стюардессам, нас посадили в бизнес-класс. О! Вот это было такое, когда мы летели. То есть вы спели стюардессом? Да. Ребята, классно, поедете в бизнес-класс. Учил звоночку, да? Сказали о том, что... Да. Ну, получилось, что мы с одной компанией ездили несколько раз, они нас уже даже выучили. То есть тот же состав был стюардесс. Пожалуйста. О, ребята, у нас бизнес-класс свободный, проходите. Ну, это было интересно. А еще раз был такой случай, когда мы выступали тоже на концерте, сольный концерт делали. И ведущие выходят и говорят, на сцене легендарный ансамбль музыки для народа дружина. Не в понятку, почему легендарный. То есть нам не 30, не 50, то есть не... А уже легенда. А уже легенда. Заходят за кулисы, я потом спрашиваю, говорю, девочки, какой же легендарный, а у вас, говорится, столько легенд ходит. Поэтому каждого свое понимание легендарности. Вот, говоря о легенде, да? У вас есть своя аудитория. Кто приходит на ваши концерты? А кто приходит на наши концерты? Народ, да? От мала до велика. Ну, разная публика абсолютно и молодежь. Я еще раз повторяю, состав интересный достаточно, да? Ну, роковый, кроме баяна. Но, тем не менее, состав интересный, поэтому все слушают. У нас много сольных вещей на гитаре. Приходите, послушайте на концерте. Это круто звучит. Не, на самом деле, народная музыка, это же наши истоки русские. В которых есть огромный багаж нашей истории, какой-то культуры. Еще чего? Тут у меня вопрос. Почему наши частушки не поет весь мир? Или хотя бы, когда начнут уже петь? Да, когда начнут, да. Поют, поют, поют. Что-нибудь сделайте для этого. И с этим проблем нет. У частушек много. Мы не будем их петь, потому что мы все такие у нас частушки с картинками. Зафикиваем. Зафикиваем. Зафикиваем, да. Понятно. Нет, все это поется, все это делается. А ансамбль «Дружина» не фольклорный ансамбль. Мы не, как сказать, ну, не носители традиций, да? Хотя в свое время ансамбль был занесен, у нас есть сертификаты ЮНЕСКО, ну, не как памятник, а как-то там по-другому, что мы сохраняем народные традиции в современном мире. То есть, такая небольшая строчка есть, чем мы тоже гордимся, и это приятно. Ну, вот как раз фолк-рок в современном мире. Хорошо. Сколько же музыкантов в вашем коллективе, которые творят всю эту красоту? Сегодня здесь не весь коллектив, так как только 400. стул. Нет. На самом деле, у нас просто стульев больше нет. А так, да. Мне кажется, что если, скорее всего, собрать весь ансамбль, то, наверное, все дружи должны быть. Шесть ребят. Это Антон Лихач, соло-гитарист. Замечательный, замечательный музыкант. Чувствует, тоже изначально с нашим коллективом практически, чувствует, что, какой звук на соло-гитаре дать. Ударник Дмитрий Баев, замечательный ударник, который, какой ритм, как здесь подтяжелеть, где-то облегчить. То есть, все в совокупе, соответственно, Артем Сиренко, молодой наш музыкант, не до сколько, два года к нам пришел, но уже себя показал с очень яркой… Два года назад. Да нет, говорят, уже юбилей 10 лет, но все еще там вместе. Замечательный результат. Шесть человек, которые держат два часа публику в состоянии танцев, в состоянии песен, в состоянии удивления. И этим, наверное, и отличается ансамбль «Музыки для народа», что от «Мало» и до «Велика» мы можем заинтересовать публику. Слушайте, ну нашим телезрителям, конечно, интересно еще разочек услышать какую-то, вот какую-то композицию в вашем исполнении. Вот, вот, колоритно, чтобы, вот, действительно, чтобы понять… Чтобы музыкой сегодня… Да, захотелось прям прийти 10 ноября к вам на… Напомнить людей, да, и настроить их на позитивный день. Есть замечательная песня автора Николая Вечеркин «Не грусти, Калина», которая просто вошла в наш коллектив очень легко. И так как у нас в студии сидит красивая, обаятельная ведущая, мы для вас и споем. Спасибо. И для всех женщин, которые нас сейчас смотрят. Поехали. Калина грустная такая, Склонила ветки над ручьем, Ты стала для меня чужая, Ой, любовь осталась ни при чем. Не грусти, Калина, над водою, Не гивай зеленой головою, Но берутся кисти отким соком, И любовь вернется ненароком. Не грусти, Калина, над водою, Не гивай зеленой головою, Но берутся кисти отким соком, И любовь вернется ненароком. Браво! Ну что ж, уважаемые друзья, если вы хотите увидеть таких красавцев в полном составе, а их будет немало, то мы вас приглашаем 10 ноября в концертный комплекс имени Маяковского на юбилейный концерт ансамбля музыки для народа «Дружина». Спасибо.